Ну а сейчас о ситуации на Курском направлении фронта. Террористическая Россия и тут в своем репертуаре. Вы только вдумайтесь, россияне бьют по своей же территории управляемыми авиационными бомбами. Авиация врага равняет землей свои же города и села. За прошедшие сутки российские самолеты нанесли 10 ударов 11 кабами по собственной территории. Как там говорят, бей своих, чтобы чужие боялись. Все свежие новости с Курщиной смотрите далее в эксклюзивном материале Юлии Кириенко. Россияне усилили атаки на наши подразделения на Курщине. Стянули войска, чтобы вытеснить наших армейцев из этой территории. Контингент, который сейчас там находится, насчитывает более 40 тысяч солдат. Несмотря на это, украинские военные продолжают продвижение, понемногу идут вперед. Но наступление немного замедлилось из-за того, что россияне начали штурмовать наши позиции. Война, если есть какие-то продвижения с нашей стороны, то они уже не такие, как в начале. Но мы стараемся делать как можно лучше. Не, ну смотрите, нужно было время, мы все это знаем. Вся страна знает, мир знает, что действительно у нас был снарядный голод определенное время. Сейчас лучше, действительно лучше. Но я скажу так, то есть к этой операции готовились. А если готовимся, это 100% значит, что у нас есть какие-то резервы. Россияне стирают свои населенные пункты с лица земли и применяют огромное количество авиационных налетов на населенные пункты, в которых до сих пор находятся люди. Несколько тысяч мирных жителей, а также детей до сих пор остаются на Курщине и не могут эвакуироваться. Несмотря на это, оккупанты уничтожают их дома. На сегодняшний день уничтожено 250 домов. Это для понимания. В начале захода украинских войск было повреждено. Не уничтожено, а повреждено два помещения. Это дом культуры и администрация города. На сегодняшний день россияне очень активно используют кабы. Например, за сегодня только было 8 вылета в авиации и было 9 попаданий кабами. Информация из Курска, которую предоставляет Генштаб, достаточно ограничена. Впрочем, наши войска продолжают хоть и небольшое, но наступление. А теперь снова о Курской битве 2024. Курской операции два месяца, уже даже больше. Достижения украинских сил объективны и очень показательны. Российская Федерация не контролирует около тысячи квадратных километров своей же территории. Часть резервов, стоящих за государственной границей для подкрепления сил на Харьковщине, передислоцированы теперь именно под Курск. И это позволило украинским силам продвинуться, например, в районе Волчанска. Но как эта операция будет развиваться далее, пока что не ясно. Наш корреспондент Андрей Цаплиенко выяснил, что успех операции на первом этапе, не в последнюю очередь, обеспечила новейшая западная техника. В частности, БТР-страйкер, давший нашим десантникам преимущество в мобильности над россиянами. Но хватит слов. Смотрим эксклюзивный материал корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко. Американский БТР-страйкер. Американский БТР-страйкер – еще один вид вооружения, успешность и эффективность концепции которого доказана именно украинской войной. И если бы у наших десантников 80-й бригады на вооружении были не страйкеры, а только вот такие БТР 80-го советского типа, то и успех курской наступательной операции был бы наверняка гораздо скромнее. Сохранить десант от поражения, быстро доставить его в нужную точку и высадить – неожиданно для врага. Именно это качество страйкера и понадобилось во время штурма российских позиций в Курской области. Здесь, на Курской операции, у нас ребята залетели на технике к посадкам, и они, пока десант выгружался, полностью покрыли посадку, что даже никто не выбежал. Немало раненых на Курщине бойцов обязаны спасению жизнью экипажам страйкеров галецкой бригады. Работа опасная, но надо ехать. Но надо так надо. Кто-то должен этих людей забирать. Поехали, правда, по полю, быстро, по камере, забрали. Ребята оперативно загрузились. Мы им опустили рампу, они все быстренько загрузились, и мы точно так же оттуда уехали. Все живы-здоровы, слава богу, ничего не случилось. Прилетело по вам тогда? Я не слышал, если честно. Нас вез страйкер, возможно, даже и этот, я не помню. И нам дали заехать на переправу. Только выезжать из переправы уже на взлетку. И прилетело три миномета 120-х. Метров за пять от машины. То есть она спасла жизнь что водителю, что экипажу, что десанту. Одноразовые керамические пластины, которыми обшивается страйкер, очень дорогое удовольствие. Но именно благодаря этой дополнительной брони экипаж и штурмовики могут не обращать внимания на осколки. Керамическая броня покрывает еще плюс сам металл, который тоже отличается прочностью от БТР-80. Взрывались мины буквально в 10-15 метров около страйкера. Я даже не слышал. Просто слышал, что там по броню что-то шелестит. Просто слышали, что там по броню что-то шелестит. В начале 2000-х американцы решили, что им нужно создать мобильные штурмовые бригады на колесных БТР. Для этого лучше всего подходила швейцарская машина-пиранья, а вернее ее канадская копия «Лавсри». Лицензионный вариант был настолько удачным, что штаты под названием «Страйкер» запустили в производство аж 11 вариантов боевой машины. Это идет связь как внутри машины, так же и между машинами. Из-за того, что на этот БТР легко можно повесить много разного вооружения, американские военные прозвали его «Швейцарский нож». Правда, украинским десантникам из 80-й бригады нож достался лишь с одним лезвием – тяжелым пулеметом «Браунинг-2». Безотказный, можно сказать. Пулемет, усиленный камерой с прицелом, стал очень грозным оружием. Она и дневная, и ночная. Просто режимы переключаются. Вот это на дневной и ночной. А это непосредственно сам прицел. Наводчик ведет огонь по противнику, сидя в машине. А чтобы сам БТР не стал легкой мишенью для врага, боевой модуль в момент десантирования выстреливает дымовой занавес. Пускает дымовой занавес для того, чтобы группа спешила. Дымовые шахты выбрасывают дымовой занавес. Все здесь сделано для того, чтобы экипаж и десант выжили. Единственный недостаток страйкеров – их у нас маловато. Место механика водителя – это на самом деле показатель отношения конструкторов к военным. Несмотря на большое количество датчиков и тумблеров вокруг меня, во всем этом довольно просто разобраться. Здесь очень удобно. Можно выставить под себя высоту сидения, расстояние до педалей. Одним движением здесь включается двигатель. Нужно добавить газа немного. Но главное – отсюда гораздо проще и быстрее можно эвакуироваться, чем с советской или российской машины в случае, если БТР, не дай бог, подбит. Трое из четырех десантников наших собеседников, которым пришлось оценить все преимущества страйкера в условиях реального боя, и они еще буквально вчера даже не думали, что отправятся на американских БТР штурмовать лесополосы на Курщине. До войны был руководителем кондитерского цеха в городе Хмельницкий. Работал на заводе по изготовлению керамической плитки. До войны я занимался дальнобоем. Ехал, остановили, дали повестку. Сегодня эти вчерашние гражданские заставляют россиян отступать на собственные российские территории. Но чтобы завтра не пришлось отступать нашей армии, десантникам уже сейчас нужно подкрепление и больше вооружения от союзников, ведь это очевидно. Если увеличить количество вот такой техники, которая дает уверенность на поле боя, есть шанс, что у некоторых украинцев явно поубавится страх перед перспективой надеть униформу.